Вопрос-ответ. Меня зовут Татьяна Цепелева. Здравствуйте. Они ищут, находят и возвращают домой бойцов, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. А это более 7 миллионов пропавших воинов. Они ищут, вспоминая слова великого русского полководца Александра Суворова. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Поисковиками Дона только в прошлом году было поднято и захоронено 678 солдат. Что движет этими людьми, с какими трудностями они сталкиваются? Об этом сегодня мы поговорим с руководителем поискового отряда «Родник» Альфредом Хлебиным. Альфред, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о последних находках на Дону. Ну вот буквально недавно в Дубовском районе, в начале июля месяца наши поисковики выехали на место, где после деятельства стариков в огороде был похоронен военнослужащий. И к нашему удивлению выяснилось, когда мы уже поднимали солдата, с ним был простой карандаш. Это как некий такой идентификатор, ведь они же не могли тогда вложить записку какую-то, это же все и слеет, пропадет. Поэтому по таким идентификаторам очень проще нам становится найти имя. И когда Александр Терехов, местный житель, краевед, поднял базы данных и по местам боев, событий, которые здесь проходили, четко пришла линия к тому, что это парень, который рослый, очень веселый, Константин Лебедев, его имя. Он был учетчиком у Катюш и все время держал на карандаше, скажем так, учетную информацию. И в момент перегрузки боеприпаса, боеприпас детонирован, и ему осколок попал в сердце. И по свидетельствам бабушек, его с почестями похоронили на пустыре, который в конечном итоге был занят, так сказать, приусадебными участками. И сегодня вот в огороде мы доставали этого бойца, и, к счастью, вот по такому идентификатору, как карандаш, в том числе, мы смогли определить, что это да, именно он, потому что все сошлось. Имена не всегда, да, удается восстановить, к сожалению? К сожалению, имена выходят у нас где-то около 10% от всего, так сказать, ряда солдат, которые мы поднимаем. Но, к сожалению, это бывает так по многим причинам. Расскажите, с чего начался ваш путь в роднике, и с какой целью пришли, и сколько уже в поисковиках? В Волгодонске в 2007 году, у нас на 2007 год не было такого мобильного поискового отряда, который систематично занимался этой работой. И нам задали вопрос, а почему? Потому что у нас боевой регион, там были военные действия, почему нету отряда до сих пор? И при организации «Боевое братство» нами был создан отряд, его в первое время возглавил Руслан Хайрулин, парнишка. Я был как куратором от «Боевого братства», так сказать, его заместителем, скажем так, куратором этого мероприятия. Потом Руслан уехал в другой город, и этим стал заниматься я, потому что больше никто. Сколько лет уже? Ну, уже больше 10 лет мы существуем. А на Дону сколько вот поисковых отрядов? Ну, те поисковые отряды, которые входят в региональное отделение поискового движения «Россия» официальное, порядка от 40 до 45, наверное, отрядов. Вот, вообще их еще больше отрядов. Давайте поговорим о том, кто такой поисковик, какими качествами он должен обладать, и каждый ли сегодня может вступить в ваши ряды? Поисковик — это прежде всего доброволец, который, вот, я поисковиков очень часто внутри себя сравниваю с героями, потому что это не про деньги. Это не связано ни с какими там финансами, ни с какой коммерцией, ни с чем. Это зов сердца, это любовь к родине, это любовь к истории. И поисковиком стать каждый не может, потому что мне в течение года звонит, по крайней мере, около 10 человек, которые хотят стать поисковиками, но которые приходят и говорят, дайте мне лопату, дайте мне прибор, я люблю родину, я начну копать. Такие люди нам, в общем-то, не нужны, потому что человек, если он считает себя поисковиком, он хотя бы должен изучить тот регион, где он живет, он хотя бы дать какую-то нацеленность, где можно найти солдатика. У нас очень много поисковиков приходит к нам, действительно, которые реально что-то могут внести в поисковое движение своим участием. То есть не просто так дайте мне обеспечить мне едой, бензином, всеми делами, а которые реально говорят, вот я знаю Зимовниковский район, вот там живет бабушка, я хочу туда выехать, но я хочу официально выехать, чтобы под эгидой какого-то поискового отряда. И такие люди тоже к нам приходят, и каждый год у нас идет прибавление в отряде, и ребята очень хорошо, здорово работают. И несмотря на то, что сейчас все вынуждены выживать, зарабатывать на хлеб, они уделяют время, отрывают, скажем так, от семьи, от работы, и в свободное время они посвящают поиску. А сколько сегодня на Дону поисковиков, так примерно? Ну если 42 отряда, то считай, что около 10 человек в каждом отряде, есть отряды больше, есть отряды меньше, вот умножаем. Как вы еще узнаете, где нужно искать, как проходит ваша работа? По технике, так сказать, по уставу, несколько видов поисковой работы существует. Зимой же ты не копаешь, поэтому зимой идут изучение архивов, изучение новых мест, журналов боевых действий. И, слава богу, сейчас Министерство обороны открывает все больше и больше вот этих данных, благодаря которым мы можем уже встать на точку, встать на место. Это место мы планируем на весну. Весной уже непосредственно мы отрабатываем эти места. Очень много нам дают свидетельства местных жителей. К сожалению, мы сейчас сталкиваемся с колоссальной проблемой. Оказывается, очень много местных жителей, дети войны, в том числе ветераны, уже нас практически все покинули, очень много молчат. И они всю жизнь знали, вот по примеру Обливского района, они всю жизнь знали, что рядом с фермой закопаны, расстреляны, убитые наши солдаты. Так оказалось, там еще и гражданские люди, убитые старики, и дети, и подростки. Почему молчат? Вот молчат, какой-то непонятный страх или какое-то непонятное стеснение. Еще есть обманчивое чувство того, что они считают, что пусть лежат, они похоронены. Но вот я всегда обращаюсь к таким людям, говорю, вы готовы, чтобы сейчас ваша мама умерла, вы ее в поле закопаете, и корова будет ходить и мочиться на вашу маму. Вы готовы? Почему вы так рассуждаете, а люди лежат неупокоенные в поле, и вы допускаете эту мысль, что им можно там лежать, что они не отпеты, что они не похоронены по-человечески, что нет места, куда прийти положить цветы. Почему такое мнение у людей, мне это не совсем понятно. И вот, к сожалению, по вот этим крохам сейчас открываются вот эти места захоронений, и все-таки находятся люди, которые говорят о том, что здесь похоронены солдаты, расстреляны из лагеря немецкого или еще что-то. С какими еще проблемами сталкиваетесь? Ну, основная проблема – это цинизм некоторых должностных лиц. Как бы так сказать помягче, сегодня у нас весь вот этот ресурс чиновничий, он заточен на, первое, освоение бюджетов, второе, на, скажем так, на оптимизацию экономики, скажем так, в хозяйствах. И, к сожалению, мимо этого проходят, это все заполоняет настолько глав поселений, администраций, что им даже нет времени даже обратить внимание на то, что у него здесь в районе лежат бойцы. И порой ты сталкиваешься с тем, что когда ты солдатиков находишь, тебя даже и не слышат, потому что у них другие дела, потому что они заняты там своими хозяйственной деятельностью. Понимаешь, и вот через это приходится пробиваться. Это та вещь, которая когда-то была святыней, то есть когда солдат лежит, и он поднят, и найден солдат, это святое, это надо вообще все бросить и заняться, и заниматься им не так-то много и времени. Просто взять, оптимизировать это дело и организовать похороны. Но, к сожалению, я надеюсь, что это все не будет дальше продолжаться, но, к сожалению, вот эта вся оптимизация экономики, она заполонила полностью все. И нету самой сути святыни, вот теряется вот эта суть святого, ради чего мы вот, благодаря чему мы вообще сейчас живем. А бывает ли, что где нужно раскапывать, это частные территории, вот проблема с этим, что не дают? Проблема частных территорий, сейчас Тельманова очень сильно в Ленинградской области показала тот момент, что если раньше мы приезжали на территорию, которую арендовал там какой-то посту на 40 лет, он говорит, пошли вон отсюда, там не надо мне тут копать, то сейчас на законном основании поисковики, если они имеют данные о том, что здесь есть захоронение солдат, они имеют право на законном основании отработать эту территорию. Но, к сожалению, дело не в самих вот этих пастухах, кто держит эти кошары, дело в том, что очень много чернокопателей, которые просто копают ямы и не закапывают их. И поэтому скотина, которую пасут в полях, она просто ломает ноги. Вот почему поисковикам они не хотят позволять работать. Допустим, в кодексе поисковика там негласно сказано, что мы должны закапывать все ямы за собой. Копатели, которые не относятся к поисковикам и не признают кодекс. Они ищут, что они ищут? Они ищут, но есть подтянутые люди, которые ищут железо, которые вот просто руки трясутся найти железо. Есть люди, которые вот буквально недавно, сейчас мы получили в Ростовской области медаль за отвагу бойца. В 90-х годах один чернокопатель в Донецкой области Украины, тогда еще, он выкопал очень много останков. И у него прям вот такая россыпь таких боевых наград номерных. То есть это имена людей, реально. И он их всех переворошил, Костя оставил там, вот эти все медали собрал. И вот пока ему солдатики во сне не стали кровавые приходить, он не осознал то, что он натворил. И вот буквально вот в этих двух годах он принес это все поисковику Саше Мальцеву туда, разложил все это. Говорит, на, забери, надо что-то с этим сделать. И мы сейчас по этим наградам, мы уже находим этих родственников, чтобы хотя бы отдать награду. Потому что найти вот эти вот уже останки, когда, допустим, солдатик лежит с наградой, это одно, это он. Вот, а когда уже просто он лежит без награды, без имены, то он уже, извините. Я лежу на столе, тут тоже, да, небольшие находки. Расскажите, что это? Говорят, что там с могилы брать нельзя, ничего. Но вот я хочу показать, вот эти вот артефакты, это пули, которые деформированы в ходе расстрела. Это с, эти артефакты, это с верхнего дона. Вообще я считаю, что мы должны, поисковики, мы должны относиться к этому делу, как к уголовному преступлению против нашего народа. И поэтому это является вещественным доказательством. Их нельзя обратно куда-то закапывать и где-то хоронить. Потому что вот невероятно, когда мы на Верхнем Дону поднимали по нашим первичным сведениям казаков, расстрелянных во время Вешенского восстания еще, это, я считаю, гражданская война, то у расстрелянных людей вот в восстанках были вот эти вот артефакты. Это просто страшное зрелище. Я такого не видел даже по Великой Отечественной войне. Просто людей ставили в ряды. Мы там нашли около 92 или 3 человек. И там были женщины. Поэтому вот это все оставлять нельзя. И это все должно остаться у нас в памяти и потомкам. Альфред, а сколько вот в среднем уходит средств на экспедицию? И кто помогает тут финансировать? Ну, испокон века поисковики занимались сами. К сожалению, в законе об увековечивании нету статьи поиск. То есть там есть увековечивания уже найденных. Да, есть статья расходов, все там хоронят администрация на это средство. А поисковикам средств нет. К счастью, в 2013 году было учреждено поисковое движение России под патронатом, скажем так, нашего президента, где уже целенаправленно выделяются средства именно на работу с поисковиками. Это и наглядная агитация, это и организация лагерей, поисковых экспедиций и так далее. К счастью, у нас, вот в Волгодонске, нам просто повезло, что атомная станция, которая у нас существует, под эгидой всех атомных станций, концерт «Росэнергоатом», учредил такую организацию, как объединение поисковых отрядов атомных станций. То есть сегодня это называется поисковое движение концерна «Росэнергоатом», которые финансируют большие экспедиции. И мы составами всех отрядов, всех атомных станций раз в год организуем экспедицию. В прошлом, в 2019 году была экспедиция во близком районе Ростовской области, где 100 человек поисковиков со всех атомных станций принимают участие в поисковых работах в том или ином боевом регионе. И вот хочется сказать слова благодарности тому, что находятся такие крупные предприятия, которые, так сказать, организации, которые, помимо того, что они занимаются экономикой, они еще на такое дело выделяют колоссальные средства. Расскажите о режиме дня поисковика, вот в походе. С чего начинается? Ну, поисковики у нас это полу, считай, военное подразделение. Во-первых, мы находимся зачастую в экстремальных условиях, там, где должна быть некая дисциплина и порядок. Поэтому все по расписанию. Мы встаем, принимаем утренний эмоцион, идем завтракать. А с вечера у нас уже запланированы точки, где у нас ведутся поисковые работы. Потому что каждый вечер после поиска командиры собираются, так сказать, за круглым столом и обсуждают результат сегодняшнего дня и планы на будущий день. Так, в общем-то, вот в таком режиме происходит и поиск. А вот мины часто попадаются в лесу? Я знаю, что бывают случаи, когда натыкаются поисковики. Ну, конечно, это же война, и такие вещи встречаются очень часто и попадаются. У нас существует, перед каждым выходом на поисковые работы, у нас существует регламентный журнал, в котором, значит, инструктаж, проходит инструктаж, и мы расписываемся под тем, как нельзя себя вести. То есть мы не имеем права касаться взрывоопасных предметов. В случае обнаружения мы обязаны доложить высшестоящим. Они вызывают тогда в соответствии с службой МЧС, там, ну, как бы, все как положено. Слава богу, четкий регламент на эту тему прописан. Вот если кто-то начинает нарушать, то вот тогда и случаются всякие случаи. Эти случаи могут случиться и независимо от боеприпасов. Как в жизни, вот ты идешь, дорогу переходишь, не в положенном месте, все, ты уже под угрозой стоишь. Так же и в нашей работе. К счастью, это не так часто бывает, но людей, которые отступают от техники безопасности, такие люди существуют и от них не застраховываются. Как вы взаимодействуете с другими поисковыми отрядами нашей страны? Куда вот самые дальние точки приходилось выезжать? Мы сейчас ориентируем по географии расположения атомных станций, поэтому у нас есть и Кольская атомная станция, и Ленинградская атомная станция, и Смоленская атомная станция, и Курская атомная станция, и Ростовская атомная станция. То есть вот география наших поездок, она именно широка настолько, насколько у нас находятся атомные станции. Плюс, как мы представители поискового движения России, мы еще работаем, наши ребята работают в Аджимушкай, это в Крым, это Керченские каменоломни, другие поездки, то есть это, ну, в общем-то, ограничений нет. А сколько лично у вас за плечами вот экспедиций? Одна экспедиция в год это точно, вот за 10 лет, но о таких выездах, выездов внеэкспедиционных у нас еще гораздо больше, поэтому мы, было время, когда была возможность, мы чуть ли не каждую неделю выезжали в поля и отрабатывали. Ну, расскажите о процедуре, вот нашли останки солдат, да, вот, что дальше? Как это вот все происходит? Ну, во-первых, мы все время производим поиск совместно в информировании местной администрации, то есть они всегда в курсе, что мы работаем. В случае обнаружения останков мы их описываем, мы их выкладываем на специальный баннер, мы делаем фотофиксацию, заполняем протоколы, все как положено, все это передается в местную администрацию, в комиссариат, и на основании этого они готовят захоронение. То есть весь механизм подъема солдат у нас четко расписан. К сожалению, те люди, которые не связаны с поисковым движением России, которые работают вне такого протокола, они сегодня нам портят, и очень часто они просто нам солдат задают в мешках, и мы не знаем обстоятельства гибели, мы не знаем, как он был расположен, потому что это считать, что преступление, а если преступление, значит, мы должны к этому относиться как... То есть гибель солдата, это преступление против народа, и мы к этому должны относиться как оперативники, как служба там, следственного комитета, чтобы все четко было нарисовано, так сказать, у нас показана фотофиксация. Я знаю, что за поисковую работу у вас даже есть награда, вот знак Министерства обороны Российской Федерации третьей степени за отличие в поисковом движении. Что для вас лично вот она значит и вообще вот эта работа? Это ваша жизнь? Ну, для меня работа поиски – это не за награду, на самом деле. То есть мне не важно, там, наградят, не наградят. Ну, наградят хорошо, не наградят, но как бы это не является для меня некой мотивацией. Для меня является мотивацией – это вот найти вот такой вот смертный медальон, в котором будет прочитано имя солдата. Ну, это нечасто, да, получается? Это нечасто. Я знаю, что вы еще автор, режиссер, оператор многих фильмов о вахтах памяти, вот, и многие из них показывают детям. Вот как пришла тоже эта идея начать это снимать и делать из этого вот такие памятные материалы? Ну, как говорится, на что учился, там и пригодился. Вот сравнивая, может быть, легко касаясь аналогии фронтовых корреспондентов, когда какой-то солдат мог сказать, что ты тут снимаешь со своим фотиком «набери автомат, беги в атаку». Но вот сегодня мы видим, насколько важна вот эта летопись, вот эти крупинки, вот эти снимки военных времен, насколько они сегодня важны, насколько там вот эта эпоха отражена. И вот это репортерство, чем я занимаюсь, мне кажется, это важно и для самих поисковиков. Потому что это, я стараюсь передать подвиг солдат, а если наши потомки не будут, подвиг поисковиков, я имею в виду, а если наши потомки не будут видеть подвиг своих, так сказать, предков, то грош цена вообще этому всему. А мои ребята, они занимаются раскопками, они копают, а я снимаю на камеру. Насколько важно вот для подрастающего поколения смотреть эти фильмы, знать это все, эти истории? Вы знаете, вот сейчас, к сожалению, потеряно само ядро патриотического движения. То есть очень огромные бюджеты выделяются, вот эти вот все награды, все вот эти парады, вот это все. А вот само ядро, оно потеряно. То есть у нас сейчас на слуху нету имен. Помните вот эти имена, там, Володя Дубинин, там, Зоя Космодемьянская. Вот этих имен в школе нету. То есть молодежи не на что как бы равняться. И поэтому вот в своих произведениях, в своих фильмах я хочу именно вот эту вот линию проводить. Потому что если наша молодежь не будет видеть, как мы хороним своих героев, как мы их чествуем, то у них не будет желания стать тоже героями. Анатолий, спасибо за такой важный, я считаю, разговор в наши дни. Действительно, ваш труд колоссальный. И это не просто цифры, да, каждый солдат – это одна история, одна судьба человека. Вот, и мы не сказали, что каждый год, да, поисковики поднимают около 16 тысяч, да, неизвестных солдат. И действительно… Самое интересное, что каждый день погибало 16 тысяч человек во время Великой Отечественной войны. Мы поднимаем 16 тысяч человек в год. Вы даже не представляете, сколько их там еще лежит. Будем надеяться, что, как говорил великий полководец, мы вначале говорили, да, война не окончена, пока не похоронен последний солдат, что удастся. Ну, если не всех, то хотя бы многих. Нам еще много работы. Да, работы еще. Работаем. Спасибо большое. До свидания. Это была программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. И до встречи в нашем эфире.